всем приветики 17 июля дни щелкаются как семечки прям страшно подумать с каким свистом пролетает лето обидно ладно будем наслаждаться тем что она еще пока у нас есть сегодня папе будет брать все анализы уже вчера ему принесли все баночки под мочу кровь будут брать и интересно вот нам и ему мне про показатель который отвечает за инфаркт короче но век живи век учись время узнаешь что-то новое забыла на букву т называется тот показатель те 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 чего то но неважно есть такой показатель который у здорового человека в крови отсутствует и если даже есть маленький маленькая доля этого показателя там измеряется не помню опять же в чем это говорит о том что серьезное поражение сердца и говорит о том что человека возможно инфаркт у папы этот показатель был он был высокий это говорил о том что у него был инфаркт и папа так думает что если все нормально возможно его будем готовить на выписку то что такие дела ну как бы мы не знаем на выписку не на выписку не может быть просто решили взять анализы но вот как-то так смотрите что с моим огурцом с моим огурцом ничего и цветет его не опыляю мне не до него цветет падают листики цветет падают пишут написал надо брать семена самоопыляемых я вообще не знаю его не собиралась сажать что-то не вырос откуда он взялся дать я какую-то семечку туда воткнула это был огурец вот цветет плетется плетется растет это герань с лисок близках покупала белая начинает свистеть она цвела потом перестала сейчас опять это те гераньки которые я пересадила две из них я пересадила горшок это с помощью упоренителя этим не еще торчат стаканчиках надо ехать на работу завтра выходной после завтра выходной но поспать опять же не удастся потому что утром бежать маме у меня сон сократился пока папа в больнице потому что каждое утро надо вставать раньше чем обычно все бегу от мамы папина машина на своем месте одна такая во дворе во дворе кстати все было занято утром и до сих пор все занято еще рано никто еще на работу не едет алена уже там и сам побывала нашла он все дырочку видите торчит мой пепелац все маму покормила сделала уколы вот обработала пролежень с утра ей хуже всего потому что после ночи на эти чайки летают гляньте какие здоровые аж крыльями слышно как шуршат вот после ночи хуже всего потому что болит голова болит поджелудочная короче ну за ночь все обостряется и утром после укола потом пьет таблеточку кушает и становится полегче так что все я спокойно смотрю стою на чаек гляньте какие они здоровые раньше не было когда в школе училась до после школы не было и в городе вообще а сейчас тут как короли все помойки раздербанят даже убивают маленьких этих птенцов крокодилы красивые ну ну крокодилы маленькое включение с работы вижу очередного динозаврика вот уже почти конец рабочего дня немножко осталось время и его скоро закончу последние новости я уже отработала едут мамульки вот и последние новости звонил папа у него взяли все анализы результаты пока неизвестные но ему предложили лечь еще на ней на 10 на реабилитацию то есть он переводится в другое здание в той же больнице и там его будут реабилитировать то издавать лекарства какие-то физические небольшие нагрузки возможно тренажеры но еще толком не знаю потом расскажет естественно он согласился мы только за руками и ногами а вот это хорошие дороги раздолбаны хорошая возможность после инсульта прийти в нормальное состояние потому что еще сколько прошло 10 дней с хвостиком да еще он себя чувствует как слабость голова кружится такое состояние плохое ну как не такой как обычно вот а там он полежит его еще понаблюдают подлечат и медикаментами и физическими какими-то процедурами упражнениями не знаю потом потом будет ясно понятно когда уже будет там лежать он рассказ надо для тебя и папу вы одновременно не стриженные папу может переведут когда этот на реабилитацию машин в палате подстригу тоже оброс голову мыть у них воды горячей нету да хоть вот она на горячая если так думаю я вообще-то хотела показать вот эту барыню как она красиво лежит прям как принцесса а еще хотела показать дракончика которого я закончила лиса как дракончик тебе заценишь скажи ли на только мне его ставь и сейчас тут ему глаза выгрызу покусаю и кину на пол до то подрываем зубы зубы все да ладно леса фото на память с драконом тебя на морда такая морда 100 кучку свою бутся из теперь дракона будешь бутся до куску на то все терпеть не может прям игнорит прям кусает нет не игнорит наоборот ее прогоняет с глаз долу и сердца вон все лапами лапами оттолкнула я что ли упала с полки ну 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 бандитка бандитка такая бандитка ну ничего поднимем поднимем ничего страшного гляньте что прилетала решка покормила решку но она все не склевала остались зернышки прошло время наверное около часа и тут прилетела куча голубей гляньте какой смешной что такой смешной голубь вот они прилетели доклеваю то что не доклевала резко да сейчас к нам зайдет игорек наш приятель уже увидели не один раз тоже проблемы со здоровьем кое-какие сердце ну кто из нас вообще здоровый мало таких людей чем старше становишься тем больше болячек и такая голова стек такой смешной тоже господи какие вы разные такие вы так хорош драться лис ты сама в шоке да откуда столько их налетела так вот сейчас игорек придет попьем кофейку вот и попозже пойду к мамульке прогуляюсь это тоже такая гулька интересная ты куда же ее ну зачем ты ее долбишь самый деловой что ли эту долбий на тече делает на ты долбун долба голубь написали мне в комментариях что резко у нас решала до решала нету ты теперь за нее решаешь тут кому есть кому не есть уже все съели хватит тут буянить я на рыбалке не был вот зимы и я сижу жду я уже сколько звонил человек 10 все обещают завтра позвоню я просто устаю быстро у меня отдышка начинается на просто вот я до магазина еле-еле думаю какая рыбалка я бы уже съезд не заново мне сейчас пешком хожу мне зубом чая ездил тяжелых это вот еду прямо тяжело чувствую да я такой думаю да я такой думаю сегодня съезжу на троллейбусе в этом врачу я вообще не болел вот он у меня спрашивает какие чем болел бы да ничем я не обращался вообще хочу приклееннику не придут сюда а тут что-то бах 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 вот и год назад лежал больницы ровно началось началось да чуть может там чуть чуть раньше но но там начал плохо совсем и короче сейчас я не знаю как и вот как их на рыбалку меня реально точей фиг знает не смогу я даже за рулем тяжело ездить надо сидеть мне скучно сколько тебе сахара аху а мне не надо было вообще я как бы такой дом обе вообще без сахара он сказал хорсин хороший все как бы нормально сосуды чистые да да мне он сказал сейчас новое лекарство через три-четыре дня надо делать там сразу посмотрит как и влияет мне тоже как бы хочется и вот не вот вообще не был даже вот я могу пешком там сходить по за гаражи это за гаражи ну дома как бы в основном я ну как периодом вроде лучше стало бах что-то прям посреди дня как и ночью просыпаюсь до сердце вот эти три ночи спал плохо вообще вот сегодня первую ночь поспал нормально я еще хотела тебе позвонить думаю это начнется иван чай до конца не помню надо посидеть поспоминал я собрал поселил там это покрывало выложил чтобы она с полдня полежала на подвяливается открываю окна на нем мнение не сразу чтобы она чуть-чуть не засохла чтобы они были хрустящие подвяливается чуть-чуть а потом начинаю вот тереть вот вот туда 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 складываю банки и трамбую в трюпетровой сразу вот начинаю свой там будет свой трамбую чтобы на плотном он на мере да вот именно из трядаю так чтобы вот когда 3 видно может бы не оставалось вот этих не стерпного мешал он потом будет вот как как сухая трава вот это то что я вот протрется станет таки мокрым как бы черным потом а то что он останется не протертым она будет зеленым и сухая как трава она уже не ферментируется ферментируется то что отдал дает сок вот включу ну вот я тогда набрал мне под конец уже пустые руки чувства уже уже не крутится вот и все там чтобы не было вот этого воздуха до шума плотно плотно да ну не прям там давить так что там банка треснет ну так вот нормально еще потом банки оставлять открытые и мокрое полотенце обязательно в темное место и еще тепло было и спозняков сильных не было сейчас тепло что я шкаф поставил шкаф закрыл все и ходил в этот полотенце чтобы влажное было помню один-два дня до оно постояло такой цветок там по запаху будет такой цветочный запах что прямо не знаю тут нюхать банку так она будет по всей квартире стоять да хорошо пойдет запах и такой цветочный аромат прям потом а потом чего потом я вот на противень выкладывал в кушать духовку у меня с этим с вентилятором не закрывает ложку там ставим полку чтобы она выдавала да по моему да и у меня есть вот это я вот забыл сколько по времени как у меня вот все кончилось еще давно мало получается сделал надо было за несколько лучше я не смогу перетереть просто его так два раза лучше партиями да потому что я тогда уже понимаю что мне уже руки не трусы но мы тогда ездили и ты ездил за села этот он все а там на сереблянке вон как бы позже мне кажется нет я не помню когда мы собирали ты не собирал тогда мы собирали да вы же за грибами поехали потом на противо увидели на броня в начале августа было сейчас я посмотрел сейчас буквально шоу посмотрел там я набал на там начинают уже цветут да в гаражах потихоньку еще не зацвели вот возле моего гаража он такие уже цветочки он скоро откроет четко надо подождать подождать в лесу он попозже там хватит на сереблянке ясно а мы ездили вот на то вот где вот вы ездите туда наверх вот там в самом начале озера по правую сторону и по левую мы вот когда тут как-то жаркий день был там деле две три назад поехали там с людей начали вообще встать негде я понял ну куда за грибами есть слева старая а мы взяли шизлонги я манга уйти сосисочки пожаре колбаски вот эти купаты так хорошо весь день позагорали и сейчас мы ездили машин там загорает а я даже скажу когда наверно я фотку а это не мой модно наташа подарила часы вот они постоянно и вот они у меня с ритмии даже спать я снимаю дана они они не дают спать и пишут это нарушение сердечного ритма нарушение сердечного ритма у меня седьмые это вот этот пульс нет меня и пульс мерит ну фиг знает чем с прибамбаса да вот я сегодня не его практически не заселся вообще не хочется но я бы поел но я там бутерброды съелся на картошку с можно уже у меня есть нечего но я не могу готовить а я вас это хотите окунем завтра принесу у копченый я вот недавно как его да мне даже не лезет ничего подошли сам этот очень вкусный он на коптилке я купил коробку у меня 5 килограмм и красного нету от москова ну как у красный красный да да и закоптил вор он жирненький такой я принесу мне там два укуня одни над ним людям пообещал думал одного себе оставляй один вам одном ну такой ну живо до грузик и тут торчит с него усик и с этой стороны я по один усик на крючок одеваем а второго усик ну старца эти крючки загнуты вот здесь ко второму привязываем и все и он как для груза забрасывает и вот голый и андрюха вот мы были четыре спиннинга и андрюха кто-то зацепил наверно оторвал он блесной вытащил этот крючок вешает на поводок крючок три штуки вытащил 6 и вот мы приехали вечером 6 вечера до трех утра путевка на ночь но там надо как мужики сказали ловить отлив прилив знать на нем вечером когда она закоет не да и закинул она вот так между ног обещали тут можно сачок опустить вот так на голову сашком стоять сачок был в машине мы его не взяли а шли машина до меня там проехать можно кругом что когда пассаж был там давно там как это очень на машине не кругом только джипы многие проехать да вот и давно не говорил туда мы на двух были андрюха андрюха не проект на небе может проехал километра полтора мы пешком шли а вот я тоже так хотел бы я хотел бы тоже только под утопай когда поменьше чтобы не стоять вот так плечом плечом кровной суки на полно и потом мы там у нас путевка ночью была и они вечером видно днем накидались палаток кто в машине спал кто по воде хочу чтобы люди напидаются спать а я пойду мангалы смотри у походили где-то пол одиннадцати уже два мужика эти остались вон ездил на этот в ревдо ревдо озеро мы двоем ездили по ленинградке туда да да как на лавозеро ехать и там вот это мы на лодке просто отплыли буквально от берега там пять метров и там вот это пелить или как она типа вот как старушка типа вот ряпушка что-то вот это вот небольшая да так мы не полный пакет поймал вот такой прям аж или в два даже пересыпал вот и по две по три штуки сразу достаешь на поплавок то ты дашь опа опа одна или две иногда три она принцип как селедка цепляется несешь лодка нападает иногда в лодку иногда в воду да и без конца и местные вообще с берега вы только надо знать чтобы попасть когда она вот так идет а я вот не помню в каких датах но вот я как увидел это теперь я верю с умбой когда я работал мишка привез к подъезду мне горбуши полный багажный на классике это тебе все для туда его нахер я тогда сколько взял штуки 3 или 5 остальное на работу мужика и вот я верю там в тумбе стояли какой-то ручей с очками а теперь я как увидел поверил вот так был как сачок но я только в кино видео вот так потерю как либо вот так бежим раньше вот у меня девушка на дальнем востоке служил после войны он ведь реально там вот так палку можно было поставить воду на будет стоять на рейс тогда еще но посвали кто-то морю баконьеров не было и на вот это вот там их горбуши и местная там какая-то еще забыл нерка что ли вот он на нересу идет прям такими часто так нет уже повыбивали шла к маме на вечерний укол было хорошо солнечно сухо сейчас иду обратно дождь идет но тепло но хорошо естественно без зонтика но ничего не сахарно не промокнуть тем более дождь не сильно теплый даже здорово прогуляться вечером под дождем ну и все видео на сегодня буду заканчивать всем пока всех люблю и конечно же до новых видео